Спектакль окончен Спектакль окончен Спектакль окончен Спектакль окончен им, пожалуйста, нашими зрителями и слушателями. Ну, не знаю. Как ты это делаешь? Вот такого прям лайфхака нет. Мне кажется, чтобы относиться к жизни с юмором, не надо к жизни относиться сильно серьезно. Прекрасный совет. Денис, максимально легко жить. Вот я вышел. И тогда будет все хорошо. Денис, вот я сегодня вышел. Погода, ну, скажем так, не шептала мне ничего. Вот серость какая-то, вот дождик. Не шептала, да? Дождик какой-то. А все равно как-то радуешься. Вот у тебя бывает такое? Вот что ты для этого делаешь? Нужно даже этому радоваться. А я не завишу от погоды. Мне иногда и под дождем нравится. Денис просто молод. Он еще не знает, что такое. Метеозависимость. Нет, это уникальный человек, потому что я, на самом деле, абсолютно зави... Вот если солнце, у меня сразу улыбка, понимаешь, на лице. Если дождь, то все. Я не знаю, что делать, как быть и так далее. Нет, ну я согласен. Вот какой-то период был, не помню, когда, когда долго было вот прям без солнца в Москве. Все мы помним этот период. Этот период, он с октября, где-то по маю. Всегда, всегда, да, да, этот период. Был большой период, и да, и вот это уже начало напрягать, и потом мы куда-то с гастролями поехали, ну там чуть ли не... в Израиль, по-моему. Поближе к солнцу. И это было совсем другое, другая атмосфера, и, конечно, ты реагируешь на это по-другому. Слушай, ну а в детстве ты всегда как бы был таким веселым парнем шебутным, или, может быть, это, знаешь, пришло к тебе с возрастом, может быть, ты был скромный такой, может быть, где-то зажатый, а потом думаешь, надо раскрепощаться. Или ты всегда был такой, душа компании? Нет, ну вот как раз-таки вот эта зажатость внутренняя, она как раз и двигает тебя на раскрепощение. То есть, мне кажется, вот в таком, в чистом виде открытые, раскрытые люди, ну их не бывает. К этому все приводит именно внутренний какой-то вот диссонанс. То есть это некое преодоление? Да, да, да. Чтобы быть открытым, нужно вот быть внутри закрытым. Мне такая. Дорогие друзья, тогда... Это автология какая-то такая, да. Тогда сухая выжимка, если вы вдруг пропустили, пока ходили за курткой, нашего первого включения. Итак, хотите позитивно относиться к жизни? Езжайте в Израиль, дорогие друзья. Оставайтесь с нами, слушаем музыку. Обязательно будем возвращаться, правильно? Конечно, да, друзья, совсем скоро, поэтому танцуем, поем. И я хочу еще раз напомнить, сегодня у нас в гостях Денис Дорохов, шоу «Однажды в России» КВН. Кстати, о КВН поговорим уже в следующем выходе. А ты довольны? Все, друзья, вернемся к этой теме и больше поговорим о юморе. Оставайтесь с нами. Друзья, а у нас всегда солнечная погода, всегда Маш Новая улыбается в нашем первом часу, как и во втором и в третьем нашего эфира. Почему? Да потому что в нашей студии нет окон. Раз. И ты лысый, два. И потому что у нас Денис Дорохов в гостях. Два. Давай, давай, давай. Прекрасный Денис Дорохов. И ты лысый, да. Ну а чем еще можно Мишке пошутить, как только не над его лысиной? В остальном он уже просто идеальный парень. Ну и лысина, это разве повод для шуток? Мне кажется, это повод для печали. Наоборот. Нет, это хороший повод для шуток во время Чемпионата мира по футболу. Это была просто тема номер один у нас. Мяч в студию. Мяч в студию, да. А вот, кстати, Чемпионат мира по футболу прошел мимо тебя. Мимо тебя? Или ты как-то принимал активное участие в этом? Участие, то есть конкретно я не ходил. Ну как болельщик, нет? Я не ходил, смотрел, естественно, по телевизору. Я не футбольный фанат, вот в таком, в чистом виде. Но этот Чемпионат мира меня прям сильно возбудил на просмотр, да. Ну не только у мужчин, у женщин тоже. Мы выиграли в одной восьмой благодаря Денису. Да? Потому что он посмотрел. Денис ругал? Денис ругал. Ругал, ругал. Все в Инстаграме сказал, вот я ругал, и мы, собственно, победили. Меня поблагодарили уже. Уже? Да. Очень много благодарности было. Да? А вот, кстати, к теме Инстаграма и футбола. Тебя же сравнивают как раз-таки с хорватским, по-моему, правильно? Я не ошибаюсь. Я не могу, Модрич, Модрич, да, я забыл. Ну я на самом деле не вижу здесь сходства. Абсолютно никакого. Нет, на некоторых фотографиях действительно похож. Вот что ты не похож, что я. Вот у нас Макс на виду похож, как тоже хорватского. Да. Максим Киселев. Да. Там один в один, да. Ему хвостика не хватает только Максиму. Да, да, да. А я вот, ну, во всяком случае, сейчас точно не похож. Но очень много прислали фотографий в Инстаграм. Это твои подписчики, фанаты, поклонники. Да, да, нашли. А, и Галыгин больше похож, мне кажется, на Модрича. На Модрича? Да. Да, 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 Галыгин, да. Вот я сейчас пытаюсь соединить как-то эти картины. Денис, ты сегодня наш гость, я соглашусь, все, понял. А я скажу, что Денис больше похож. Ну, раз уж мы затронули тему Инстаграма, ты сейчас начинающий, как ты сам себя представляешь, начинающий Инстаграм-блогер. Денис Дорохов полностью. Да, с какого времени это все повелось, почему ты решил вот развивать, развивать это направление? Ну, это как раз с футбола и началось. А вот с ругания сборной нашей. Не знаю, как-то вот повеселило это. Ну, прикольно. До сих пор продолжается. Ты же, собственно, в Инстаграме как раз-таки бросил клич. Ребята, как начинать видео, правильно? Да. Какие там были варианты ответов? Ну, там разные были. Я выбрал такие больше всего, которые понравились. Это единомышленники, дарахуши. Да, дарахуши. От слова дорогие и дорохов. И самое главное, что мне нравится. Да, победили здоров бандиты. Ну вот, теперь ты так будешь обращаться? То есть в каждом видео здоров бандиты. А у нас демократия. То есть все проголосовали, я тут уже подневольный. Слушай, ну это здорово. Друзья, для тех, кто только что вот к нам подключился, слушай, ты смотрит. Давай сейчас расскажем твой Инстаграм-профиль, чтобы все могли еще и подключиться к твоему прямому эфиру, который сейчас у нас открыт как раз в студии. Он очень большой. Можно найти просто Денис Дорохов. Денис Дорохов, и сразу попасть на твой профиль. Будет фотография, где я сижу на стуле и очень сильно смеюсь. Да. Либо Денис Дорохов, Денис офишал. То есть это все вместе пишется. Дорохов. Окей, ну смотри, сейчас сразу же еще три человека к тебе прибавились. Я подключился Мишка, я и нашу бабушка. Маш, я почему замолчал-то на минутку? Я смотрел, на кого ты похож? Я сдам затравочку в Инстаграме, посмотрите. Буквально третий пост. Кристофер Уокин просто не отличит Денис Дорохов. Вот это больше, да. Пока вы смотрите по сущей музыке. Сейчас будем сравнивать, да, за музыкой. Страна Эфель. Пока Мак новая демонстрирует новый наряд, новые вот это вот кожаное декольте. Всем вам. Я поблагодарю Машу за гостя, потому что я на самом деле, вот это моя самая любимая команда КВН. Честно тебе говорю, я пересмотрел все их выступления. Он это всем говорит, когда кто-то приходит в гостя. И самое главное, я благодарен тебе, Денис, потому что благодаря тебе сегодня Маша узнала, кто такой Кристофер Уокин. Продолжаем, пожалуйста. Миш, ну я знала, ну просто фотку ты мне показал, и я все сопоставила и поняла, да, понимаешь? Ну реально похож. Друзья, мы, кстати, сделали фотографию здесь за песней, мы обсуждали и сделали классную фотку. Потом мы ее обязательно выложим в наш Инстаграм-аккаунт. Друзья, предлагаю продолжить тему Инстаграма. Ну запросто. А вот, кстати, ты говоришь, что ты начинающий блогер. Как ты планируешь развивать свой канал? Ты будешь снимать вот эти вот многочисленные вайны, скетчи и так далее? Будешь писать сценарии, что-то придумывать? Или это будет такой видеодневник твоей жизни? Я делал опрос, и там много было разных предложений по этому поводу. Пока не определился, пока вот просто что-то идет. На стадии вот первый конкурс был как раз «Ругаем сборную». Магнитики послал. Послал, реально, я видела, ты с конвертами стоял. Да, конверты у меня все, я считал денег, сколько стоит «Почта России». А сейчас вот тоже один конкурс был как раз на приветствие. И парень победил, я даже не знаю, что еще подарю. Пока не придумал. Слушай, ну мне нравится вот такая активность, когда ты каждый свой шаг как-то согласовываешь, уточняешь у своих подписчиков. То есть это приятно. Мне просто, я сам не знаю, как это все делать. А, ты по такому пути. Чтобы было интересно, да. Слушай, это очень интересно. Ну смотри, это сейчас ты уже такой популярный, талантливый, узнаваемый и так далее. Но я знаю, что тебя еще и узнавали, когда ты работал таксистом, но уже играл в КВН. Вот расскажи, пожалуйста, об этой истории. Как ты совмещал две такие совершенно разные, ну можно назвать, сферы? И медийную такую публичную на первом канале на сцене, и все-таки таксистом в своем городе. Как это? Да достаточно просто. КВН же он снимается там несколько раз в год, а остальное время мы были у себя в городе, в Астрахани. И устроиться на какую-то такую работу, которая там с определенным графиком, не получалось уже, потому что нужно было много времени отдавать именно репетициям. А такси позволяло, вот я на ночь выезжал там с 7 вечера до 9 утра. Да, ездил за рулем. А видишь, мой график. Ого, подожди. Мой график. У всех талантливых людей мой график. Подожди, а ты хочешь сказать, что ночью ты зарабатывал, таксовал на то, чтобы днем творить и так далее? Ну, получалось, да, я приезжал, у меня уже была семья, то есть у меня уже был сын маленький. Обалдеть. Поэтому мне нужно было как-то там, какая-то печальная история получается. Наоборот, почему? Меня не вдохновляет это история. Нужно было зарабатывать каким-то образом. То есть не было еще тогда каких-то концертов, еще не сильно приглашали там вести свадьбы какие-то, юбилеи. Поэтому такси было. Очень, я очень благодарен этому, этой работе. Я вот наоборот хочу здесь сказать. Мотивационная история, скажи, можно прям с сердцами выступать мотивационными. Да наоборот, Денис. Что, пахал, пахал, кормил семью, продвигал себя. А вот эти, знаете, истории приторные. Ой, я вот один раз не знал пробовать, не, не пробовать. И тут я попробовал, и все получилось. Вот я здесь, и вот... Ну, господи, да кому это не интересно? Никому не интересно. Вот когда ты пахал в такси, не видел семью. Они уже хотели развестись. Сын куда-то уходил. Ты говоришь, это я твой отец. В конце концов, бах, и ты на вершине. Вот это история. Ну, слушай, по твоей истории жизни можно кино снять. Нет таких грандиозных планов в будущем? В котором ты сыграешь, естественно, главную роль. Не из себя? Ну, естественно, автобиографичную. Да нет, мне кажется, есть намного судьбы интересней, чем моя. И вообще, мне кажется, что как бы все еще впереди и все еще... Это безусловно. Но смотри, все впереди. Ты же как раз таки хочешь сейчас и в актерском мастерстве немножечко подтянуть свои навыки, правильно? Да. Даже отучился у Германа Седакова, если не ошибаюсь. Рекомендую, если вы хотите там подтянуть актерское мастерство. Но при этом, при этом, Маша, я знаю, что Денис хочет поступать. Ты же хочешь поступать. Да я уже поступил. Я поступил в Щукинское училище. Денис, вот здесь важен регламент. Вот сейчас не будем открывать не всех подробностей. Поступил! И узнаем, как же это в Щуки поступить после песни. Сегодня вечерний в эфире на теле радиоканала «Странайп». Слушай, вот когда в руки беру шар, не могу удержаться. Хочется помять что-нибудь. Я тоже помял бы. Ну, вам это нормально. Мы же ушли сейчас на музыкальную паузу после фразы «Я поступил в Щуку и...» Что было дальше? И проучился год. Да, и сейчас взял академический отпуск такой. К сожалению. Но ты вернешься. Я вернусь, обязательно вернусь. То есть это очень мощное учебное заведение. И я, собственно говоря, почему взял академ? Потому что вот сейчас, ну, может быть, и к счастью, что очень плотный график именно по работе. И там пропускать тоже не хочется. Потому что там много знаний дают полезных, которые действительно нужны. Вот поэтому пока приостановилось. Слушай, ну, все-таки актерские навыки, вот, мне кажется, они у тебя как-то даны от Бога, какие-то врожденные. Потому что вот в команде в КВН ты, конечно, проявил себя, ну, я не знаю, с очень хорошей стороны. Например, мой любимый персонаж. Мне кажется, ты украсил эту команду. И вот сейчас, друзья, я предлагаю сделать небольшой конкурс, который как раз-таки и будет. Определить тебе шарика или что? Что нужно делать? И будет немножечко связан с актерской игрой, с импровизацией. Когда-нибудь... У тебя же ребенок маленький, правильно? Ты же наверняка рассказываешь сказки или каким-то таким голосом общаешься, да? Таким немножко детским. Ну, от настроения зависит. А, конечно. Иногда так, серьезно. Ну, иногда ты просто за весь день очень много поговоришь и... Ну, а сказки на ночь все-таки таким, наверное, более добрым голосом. Читаю, да. Мы сейчас читаем про Древний Рим. Про Древнюю Грецию. Про Древнюю Грецию. Круто. Слушай, это серьезно, потому что и сейчас у нас будут такие же серьезные новости, но которые мы должны будем рассказать вот такими дурацкими, няшными, детскими голосами, которые бывают после того, как ты вдохнешь из шарика гелий. Давай, да. Друзья, как вы понимаете, это остатки от моего дня рождения. Так, держи тебе розовый, да? Давайте. Это же твой любимый цвет, правильно, Денис? Да, я же в общем розовом сейчас. Давай, держи. Так. Лишь, тебе какой? Золотой, конечно. Ну, на, золотой. Ладно, мне тогда будет белый. Погема. Давай, спасибо. Так, вы главное держите. Сейчас я отрежу вам вот эти вот жопки. Душа. Или как они называются? У вас в эфире такое можно говорить, да? Только четыре матерных порня. А почему? Ты только держи шар, реально. Все, все, ты прям не доверяешь мне. Оп, видишь, ничего не улетел. Почему-то так. Так. Я даю новость. Держи. Тебе первому. Смотри. Ты должен будешь прочитать новость с серьезным голосом, естественно, максимально, насколько это возможно. Ой, а можно я выберу? Подожди, ну, после того, как ты вдохнешь шарик. Скажи, когда ты будешь готов. Мне нужно все прочитать, да? Ну, попробуй, насколько у тебя воздуха хватит. Итак, вдыхай шарик. Пойдет у нас новостная подложка информационная. И, друзья, сейчас в эфире на телерадиоканале Страна ФМ самые серьезные, несерьезные новости. Итак, начинает Денис Дорохов. Подождите, подождите. Вдыхай, вдыхай, вдыхай максимально. Я еще не коснулась. Хорошо, я не очень. А, у тебя там что-то слиплось, по-моему. Слиплось? Хочешь, я тебе помогу? То, что вы отрезали, да? Заслюняли. Слиплось. Вдыхай прям сразу. И держи его. Только вставь потом еще на чуть-чуть. Поехали. Задержан подозреваемый в похищении 15 миллионов из банка в Москве. Сотрудники московской полиции задержали мужчину, подозреваемого вооруженном ограблении банка на Ленинградском проспекте. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщают на сайте столичного управления МД. Грабителем... Все. Все, конечно. Еще раз. А ты еще решил, да? Дочитать ее? Давай. Грабителем оказался 35-летний приезжий. Мужчины изъяты похищенные деньги. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Он уже заключен под стражу. Это очень смешно. Это очень смешно, да. Денис, воровись его, слушай. Мне кажется, да, после такой новости все сейчас... А, ты хочешь еще добавить? А по-моему, все новости на сегодня с вами был ведущий Денис Дорохов. Пока-пока. Объяви нашего следующего ведущего. Майк Войс. Новости спорта. Следующий блог, да? Следующий блог новости спорта. Все. Все уже, шарик сдулся. А подожди, у тебя есть там, да? Все вдыхается, Миш? Попробуем. Нет, ты прям вдыхай. Вдыхаешь, ты, что-то шар не уменьшается. Ты как-то странно. У тебя, может, там дырка где-нибудь? Что странно? Ну, поехали. Ничего не странно. Новости. Уткин раскрыл детали ухода с первого канала. Все, все, надо еще. Миш, надо вдохнуть прям. На праздник я никогда этого не делала. Вообще, ни разу. Вот, вот, начальник. О, да, 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 поехали. Уткин раскрыл детали ухода с первого канала и последнего разговора с Эрнстом. Телекомментатор Василий Уткин в интервью с Портеру раскрыл подробности разрыва отношений с первым каналом. По его словам, руководство телеканала не имеет прямого отношения к его отстранению откомментирования матчей чемпионата мира по футболу. О том, что в его услугах больше не зашаются. Все, Михаил. Все, Миша, ну, все. Подожди, мне понравилось. Подожди секундочку, новость должна быть... Закончена, это правильно. Это вызывает привыкание. Да? О том, что в его услугах больше не нуждаются, Уткину сообщили после матча Испания-Португалия 15 июня, который он комментировал со стадиона Сочи. Он узнал, да, о признавании сотрудничества на пути в Ростов-на-Дону, но все равно присутствовал на матчах, ожидая, что решение может измениться. По возвращению Москвы Уткин, средства дневного директора первого канала, Константин Эрнстом и кент-продюсера телеканала Александра Фуэльсмана. Грандиозно. Слушай, представляешь, наш следующий час, на следующий час новостей, вот все новости прочитать таким голосом. Ой, так, проассистируй. Увы, да. Ко мне на вы решил, да? Так, мальчики, поухаживайте за ним. Так, держи мою попку, я буду отрезать. Слышу, нас слушает твой, может, давай. Так, подожди, а тут точно все там расклеилось? Внутри этот как его... Там что-то. Что-то, да. Ну, надо давить. Так, это дубль 2, на выходных был дубль 1. Ладно, попробуем, надо выдохнуть, а потом вдохнуть, правильно? С полными легкими. Она склеилась! А у меня еще помада, так. Надо еще отрезать. Так, где не вспомогай мне. Не, держи, я не знаю даже где, как. Сейчас, сейчас вот так, да. Вот, вот, ты держи, да. Держишь? Да, кушайте. Я бы вас на кибуц взял бы. Куда ты меня... Я бы проводила, вы делали... Все, 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 держи, держи. Куда? Еврейским детям обрезание делать. Давай. Опять. Вот, враг, оставайся. Умазованы сроки мирового кризиса. Мировые сейчас еще российские фондеры и рынки ожидают масштабный кризис уже в августе. С таким прогнозом мы с Велоксбергом Кафеном Василием Айленем. Рынок по-прежнему остается чисто новостной. Все будет зависеть от геополитики, поэтому прогнозировать что-либо сейчас крайне сложно. Пока лишь можно сказать с уверенностью одно худшее еще впереди. И острая фраза начнется в августе. Друзья, у меня еще голос остался. А то, если же закончилось, Миша, если он никогда от меня не отстанет. Пере другое. Пере другое. Слушай, у меня всегда есть такой, знаешь, страх, что такой голос у меня будет всегда. А у меня такая надежда. Пока Маша выбирает себе новость. Денис, помнишь, в детстве мы смотрели с тобой телемультфильм «Чип и Дейл». Это была гаечка. Наконец-то мы тебя встретили, родная. Вот ты и повзрослела. Я, кстати, играла гаечку, что ты думаешь. В школьном спектакле. В школьном спектакле. Ну что, дупль два, попробуем. Поехали. У меня еще остался шарик. Ой, надеюсь, мне хватит. Ой, немножко слипся. Поехали. Быстрее, быстрее. Я начал переживать. По-моему, в России разрешили следить за микроклиматом в ССО. В Минюсте обратили внимание на то, что одна из поправок позволяет членам общественных наблюдателей комиссии ОНК использовать градусники для контроля микроклимата местных принудительного содержания. Помимо этого, теперь наблюдателю правят посещать судебно-психиатрически-экспертной медицинской организации и медучреждения, оказывающие психиатрическую помощь. Друзья, я предлагаю на этой психиатрической ноте и закончить наш конкурс. Спасибо. С вами были ведущие Денис Дорохов, Майк Войс и Маша Нова. А голос, 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 голос. Оставайтесь с нами на прогноз погоды. Голос, вернись ко мне. Все, поем, танцуем. Скоро вернемся. Денис Дорохов, да, друзья, поэтому прошу любить и жаловать. И, кстати, Денис, у меня в руках есть для тебя маленький подарок. Да, нужно присмотреться, потому что это маленький вариант нашей наклейки, потому что есть еще и большие. Это знак почета, приуроченный к нашему дню рождения нашего телерадиоканала. Да, это будет 15 августа. Или еще не рано. Но вообще, подожди, вообще он вешается на любое транспортное средство. Но если теперь не вешаешься грудью. Да, то можем повесить на тебя. Смотри, ты, в общем, должен потом будешь сделать фотографию вот с этим вот знаком почета, выложить в соцсети, на наш сайт. И тогда ты станешь главным претендентом на супер-приз. Не упадет. Давай, вешаем, вешаем. Да нет, 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 сюда нет, я на машину лучше. Нет, давай, может, на грудь привезем, а потом еще и на машину. Ты думаешь, у нас только один подарок, да мы еще тебе подарим. Еще тебе дать девочек наклеек. Я же не знаю, я в первый раз у вас. А вот, кстати, приходи к нам в гости, 15 августа мы тебя приглашаем. У нас будет очень много гостей, которые будут постоянно целый день приходить и поздравлять нас с праздником. 15 августа. Да, ты не можешь отказаться, потому что я тебе в прямом эфире предложила прийти к нам. Говорит, да, 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 решил. Потом в последний момент, да. Да, друзья, но сейчас давайте сразу же, вот, Денис, мы говорим обо всем, обо всем, но, конечно же, популярность к тебе пришла после участия в игре КВН, правильно? Именно, именно когда ты уже выступал за сборную Камазиакского края. Но я знаю, что до этого у тебя было много-много-много таких подготовительных этапов, ты и за одну команду, и за другую. Вот можешь вкратце вот рассказать, как ты вообще пришел в КВН? Потому что я знаю, ты учился совершенно там по другой специальности, и, может быть, карьера бы твоя сложилась с таким серьезным бизнесменом, юристом. Но ты понял, что нет, все-таки в Газпроме работал. Но ты понял, что сцена — это твое призвание. Вот как, с чего это началось? Ну, это все в колледже началось. Объявляли набор в молодую команду, там была такая уже старая команда, которую заканчивали они учиться, и они вот делали набор, вот, замену себе. А перед этим, на день первокурсника, я увидел, как они выступают. Меня это очень сильно поразило, мне казалось, КВН это только в телевизоре, и я не знал, что он есть еще вот здесь, где-то рядом. И я пошел. И как-то все это завертелось, то есть была такая маленькая команда в колледже, причем мы в колледже, там две команды по итогу было, мы там переобразовывались, потом создали сборную. И мы в Астрахани такие были молодежные все, приколистые, да. Потом была сборная Астраханской области, которая тоже, ну, неплохие результаты, в принципе, были. Мы дошли в 2008 году до премьер-лиги, сыграли две игры, то есть результаты неплохие. А потом как раз начался «Газпром», мы распались, да, и я ушел в «Газпром», а Азамат Мусагалиев и Ренат Мухамбаев, они начали помогать там молодой команде. А, я думала, вы все встретились в «Газпроме», нет? Приемного Миллера, Сара Лев, все в четвером. А что бы не поиграть? Ну да. Ну и все, они начали помогать, потом просто писали, потом захотелось выйти им тоже, они начали выходить, потом подумали, а чего я вроде как бы тут и рядом, пригласили меня выходить. Подожди, а ты писал какие-то скетчи, ты что-то писал, какие-то шуточки, я не знаю, миниатюры? Писать потом вместе, потом начали выходить все вместе, и в итоге я уволился с «Газпрома». Дилис. И начал играть в КВН. Слушай, ну это круто. Всегда, когда я следил за вашей командой, у меня был один вопрос, я просто не могу его не задать. Давай, конечно. Во-первых, дорогие друзья, Камызякский край – это невыдуманная вот какая-то история, края как такового нет, но... Ну да, это Астраханская область. Да, это Астраханская область. Каковы ваши отношения с администрацией этого района после всех этих шуток? Да. Единственный вопрос. Ну я сейчас живу в Москве, поэтам удаляю. Но, кстати, ты живешь в Москве, работаешь на классном телеканале, и сейчас у вас шоу «Однажды в России», и, кстати, сейчас анонс будет «Друзья», потому что большой концерт будет этого шоу. Где, когда, рассказывай. Уникальнейшее событие, дорогие друзья, 9 сентября в Крокус-Сити-Холле в 19.00 состоится огромнейший концерт, шоу «Однажды в России», будут все, абсолютно все. И будут, самое главное, лучшие номера за 4 года. И лучшие номера, и будут новые номера. Круто. И это вообще событие большое будет, так что приходите, очень ждем, вас приглашаем. Спасибо. Спасибо, мы будем обязательно. А сейчас самый главный наш номер. Самое главное, давай, наш номер. Блиц, думать не надо, но, собственно, как и всегда, просто отвечаем на вопросы. Быстро. Для меня самое важное в жизни? Семья. Идти по жизни с юмором это? Классно. Если бы сейчас был 1018 год, что бы ты делал? Был с бородой. А 3018? Говорил бы вот таким голосом. Когда ты будешь таким же креативным, умным, но уже старым, что ты скажешь своим праправнукам? Кайфуйте. И если бы не юмор, я бы сейчас? Был юристом. О, друзья, с нами был сегодня и начинающий блогер, и юрист Денис Дорохов, талантливый артист, пародист. Что, тоже можно назвать, правильно? Участник команды КВ. Ну ладно. Спасибо, спасибо, что. И, конечно же, участник шоу «Однажды в России». Спасибо, что пришел. Спасибо, что пришел. Пойдемте газы еще дунем. Пойдемте дунем, ребят. Все, пока. Спасибо, пока-пока. Пока-пока. Селерадиоканал «Страна-ФМ». Один на всю страну.